Мульчированная клумба с гранитовой кружкой, с декоративно растущими растениями. Под ней чёрный материал, чтобы не было сорняков. Обрамлённая клумба тоже булыжниками из гранита, чтобы была чёткая граница. Яркая, сочная, вкусная клумба. Здравствуйте, дорогие зрители и друзья! Приветствую вас на своём канале. Как я распишёл ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Многие спрашивают, почему у нас канал называется Эко-дача у реки. Потому что там река, там лес и дом у нас из бруса. У соседей козочки мы питаемся молочком натуральным, сыром, пефиром и так далее. Так, сегодня у нас видео про клумбу, про мульчированную клумбу с классными шикарными кустарниками, декоративно растущими. Но есть два кустарника плодоносящие. Ну что, друзья, начинаем. Смотрим. Вот это куст называется скумпия. Он очень классный, когда распускается, вот он уже начинает распускаться. Видите сюда, пожалуйста, близко тоже. Это он только-только начинает распускаться. Когда он распустится, он как воздушный парик. Вот в том году, кто смотрел мой канал, только была вот одна веточка. А вот в этом году уже побольше. Классное растение. Оно южное. Я не побоялась его посадить. Некоторые, конечно, вымерзают верхушки, но я подрезаю и все хорошо, все нормально. Обязательно нужно укрывать это растение. Дальше. Это гортензия метельчатая. Покупала как ванила фрайс. Не знаю. Похоже, не похоже. Может, что-то между есть. Не знаю. Обязательно нужно подкислять ее. Потому что гортензия в простой земле не растет. Она будет болеть хлорозом или какой-нибудь другой болезнью. Классное, шикарное растение. Так. И вот это у меня айва. Долго-долго не цвела. Долго-долго не плодоносила. Ну, я же все. Я уже постихнула и говорю, все, выброшу тебя. Ну, как выброшу. Хотела, конечно, пересадить ее в другое место. Она испугалась и выдала мне в том году один цветочек или два, не помню уже. Как-то иду, я смотрю, думаю, что такое там. Как будто ворфантики валяются. Раз, рукой засунула, а там классные цветочки. Покажи. Но в том году она плоды мне не дала. Они отпали и все. Мне написали подписчики, что у них тоже так же было. Зацвели и потом отпали. Ну, посмотрим. В этом году вот уже много их. У нас 2035, ну, наверное, 10-15 есть. Посмотрим. Здесь у меня флокс шаловедный. Там, наверное, он вымерз. Хочу еще такой белый. Я не знаю, как на камере передается. Это у меня такой сиреневый. Хочу розовый и белый еще такой. Так, это барбарис. Ну, маленечко тут подмерз. Ничего страшного. Не успела я подрезать макушечки. Вообще классный. Это классный акцент вообще в саду. Ярко-ярко. Вот такой вот цвет непонятный. Между лаймовым и лимонным. Здорово. А вот это моя лепеница. Это шикарно. Роскошный кустарник. Называется калькиция. Он больше двух метров вырастает. Но я его подстреляю. Потому что я люблю короткие кустарники. Вот у меня клуба. Все с короткими кустарниками. Как колокольчики цветут. Покажи. Шикарное, шикарное растение. Вообще обожаю его. Вот в том году только на одной веточке у меня были колокольчики. А вот в этом году почти на всех веточках. Где-то отцветает, где-то зацветает. Так как по очереди вообще классно. А вот эта ветка прям вся. Убить, смотри. Прям вся в колокольчик. Вот это древовидная полынь. Говорят, что она не подмерзла. Но у меня она подмерзла верхушке. Ну ничего, она восстановится. Ничего страшного нету. И вот если растение около нее. Да, она пахнет. Если растение около нее примерно на метр. Вот растение около нее на метр. На этих растениях тли не будет. Ну если конечно дальше, там на 2-3 метра, конечно там уже будет. А здесь на метр вокруг нее никакой тли не будет. Потому что запах такой не переносит. Это у меня спирея японская. Ну она еще не зацвела. Ее еще рано зацвести. Тоже вот классная. Белыми, белыми, белыми. Как невестушка облеплена. Очень классная. Это ива. Сашики. Сакура сашики. Не, не шики. Если ее поливать много-много, она будет вот как варегатная. А на кончиках такой цвет будет розово-бежевый. Вот уже начинает. Она любит очень много воды. И вот эта она уже отцвела. Но я потом в конце вам поставлю видео. Две недели назад, когда она была вся, вся, вся в цвету. А сейчас там уже отцвела. И это вишня биссея. Она дает поздний урожай. Примерно в конце августа. Где-то так примерно. Сливы такие. Ой, сливы говорю. Вишня терпко-сладкая. И вот каждый год сначала, как ее посадила, было, по-моему, две или три ядотки. Следующий будет больше, больше, больше. Но я тогда так мало. Почему? Я тогда думала, что ее нужно поливать. Я ее поливаю, поливаю. Думаю, хорошо. А оказывается, она любит песчаную почву и засушливаю. Вот почему у меня не было вишней. Вот так вот, друзья. Век живи, век учись. Ну, на этом все, мои друзья. Это моя любимая мульчированная кломба. С декоративными растущими растениями. Классно. Вот листочки у меня такие, как будто бы серебристые. А в августе у нее будут листочки бордово-красные и еще сверху серебристые. Вот это классное, классное растение. Вообще вся кломба вообще классная. Ну, что, мои друзья. На этом буду заканчивать свое видео. До скорых встреч. Пока-пока. Ваша Оля. Скоро увидимся. Вот, друзья, как и обещала, показываю вишню биссею, как она цветет. Она очень шикарно цветет. Посмотрите, прямо вся-вся облеплена. От кончика и до, видите, до самого-самого корешка. Полностью ветка облеплена. И вот на этой веточке каждый цветочек будет ягодка. Видите, как выглядит, как облачко. Шикарно, как невестушка. Доносит уже, друзья, на второй год. Если правильно, конечно, ухаживать. Она очень неприхотливая. Хорошо выносит, друзья, сибирские морозы. И знойную засуху, друзья. Для посадки выбирают открытое, хорошо прогреваемое, защищенное от ветра место. Плоды сладкотерпкие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok